ай-яй-яй ой какие позы да 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 именно вот этот люди любят йоу-йоу с вами Ниждан Юэй добрый день и мы сегодня в городе Любатимь как я уже сказал это Вова с вами Майк и мы это Ниждан Юэй да мы добирались города Харькова на электричке это стоило 6 гривен и добирались мы один час вполне бюджетный быстрый вариант добраться до этого города на самом деле в Любатимь можно доехать чем угодно и поездами и электричками и автобусами то есть с Харькова сюда едет много довольно таки это вообще очень большая станция железнодорожная поэтому здесь сюда можно доехать остановиться с этим проблем никаких нету но немного о Любатине пожалуй многие из вас конечно ну не многие а только наверно харьковские жители знают Любатин только по его водке на самом деле Любатинская известная такая знаменитая которая убила не один десяток людей но на самом деле Любатин известен еще и другими своими скажем так материалами сам Любатин был основанный в 1650 году он одногодка Харькова основанный он беглыми казаками от польских феодалов то есть название тут тоже появилось еще с незапамятных времен было предположение что Петр Первый приехал в Любатин лег под дерево и сказал Любатин вот кто-то придумал что это такая гипотеза названия и понеслось то есть такая же есть гипотеза и о Катюхе Второй что название так же самое было придумано там ею из-за того что она решила где-то полежать но мы знаем что Катюха была любительницей там везде со всеми полежать поэтому это было неудивительно население города небольшое 21000 но погулять есть здесь есть тут есть базар и свои усадьбы и стадион даже есть новый переделанный в 2009 году туда мы еще кстати с вами походим а сейчас мы двигаем дальше и идем к одному из самых известных мест Любатина к мосту двигаем двигаем позади меня вы видите мост это самый длинный крытый мост в Украине длина его 260 метров находится он здесь в городе Любатин сейчас мы туда пройдем и покажем вам все детали сейчас мы видим местное заведение где отдыхают алкоголики как мы видим следы первых поселенцев алкоголиков на этом мосту и они находятся здесь ай-яй-яй отдыхают как хотят отдыхают как свиньи никто за собой не убирает вообще куда работники вокзала смотрят тоже непонятно все в нашей стране так происходит сами знаете итак мы двигаем дальше по Любатину мы очень сильно хотели поехать в усадьбу но к сожалению у нас не но не судьба она на реконструкции сегодня ну не только сегодня видимо ну неужели наши власти решили что-то сделать для общества может нас конечно обманул таксист ну это видно да усадьбу мы вам не покажем поэтому мы вам покажем вот это вот в голову то что вы видите сзади нас на самом деле мы сейчас идем гулять дальше мы находимся в центральном парке здесь есть мемориал вот он сзади нас находится там вы можете его увидеть или не можете увидеть но да что-то с него мы вам покажем что-то не покажем но в любом случае как бы голову да и любуйте с головой тадам в Любатине мы увидели несколько памятников они являются стандартными для всех постсоветских городов это памятник городская могила памятник жертв погибшим в афганской войне памятник ликвидаторам чернобыльской АЭС все они одинаковые есть они везде поэтому акцентировать внимание мы на этом не будем потому что это очень нудно на самом деле а фоточки, видосики вы можете повтыкать мы уже находимся недалеко от стадиона Олимпийс где разминаются две женские самые лучшие команды Украины собственно мы сюда еще вернемся сейчас мы просто здесь гуляем и наблюдаем как малышки разминают вы можете понаблюдать тоже а 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 Сейчас мы находимся на прудах Люботина, их 4 штуки. Здесь активно ловят рыбу рыбаки, летом, я думаю, отдыхают люди, купаются, загорают. Прекрасное место, природу никогда город не заменит, я считаю. Кстати, может мне показалось, а может это и правда, но за полчаса, за час нахождения в Люботине мы заметили, что люди здесь гораздо добрее, чем в Харькове. Может быть более спокойные, более уравновешенные. Может это нам только показалось, а может это и правда. Да, но в любом случае, как бы, мы уточнили у нескольких людей, как нам куда попасть, даже девчонки молодые были, пенсионеры, были гоповатые детки, то есть и нам каждый показал, куда нам идти. И это не в жопу, кстати, поэтому это самое главное. Ну а сейчас мы идем, мы вам не скажем куда, вы это, надеюсь, сами все увидите сейчас, потому что если мы это не снимем, то смысла никакого нет. Мы, кстати, хотели попасть в музей, но, к сожалению, сегодня он как бы вообще не работает и если вы хотите в него попасть, он работает в будни до 16.00. То есть, ну вы на этом можете найти в принципе. Ну а мы двигаем дальше, погнали, да, Володя? Погнали. Как-то камеру снизу может, я не знаю. Да-да-да, именно вот это вот люди любят. Пока там наши девочки уже начинают бегать, мы ищем, как найти выход из леса. Пока что мы только нашли, как из лесу выйти и в лес войти. А как здесь выйти? Да, и мы в поисках неждан улицы, неждан таблички. Да. Собственно, мы по ней и идем. Только... Только, извините, но тут нету табличек и номеров домов. Увы. С этим как-то у нас слабо. Видно, не судьба. Ну ладно, ну должен хоть один быть, кто это мог сделать, выставить. Так, ладно, собачка, а мы поселку. Мы долго шли, шли, шли и наконец нашли. Одна всего лишь вывеска с названием улицы. Алле-у-ла. Опа. Я заснял! Я заснял! Сейчас мы идем по центральной улице. Люботина. На удивление... Она довольно безлюдна. Да, вот что самое главное. Не, мы видели, что куча людей стоит там в начале, видно, там автостанция какая-то. И они, видимо, едут в свой район. Ну, а сейчас мы будем вам немного снимать, показывать там всякие домики, как здесь живут люди или не живут. Посмотрите, какой красивый забор. Вот. Центр социальных служб. Да, кстати, вы заметили. Мы стали молодые, красивые, накаченные. Все, как полагается. Да. Осталось снять каких-нибудь... Нет. То мы не будем. Да, у нас ждут... Великие дела. Нас ждут... Великие дела. Великие дела. Снова привет. Мы сейчас на стадионе. Я не знаю, как он называется. Олимпиец. Олимпиец. Точно. Олимпиец. И тут проходит дерби среди женских команд. Мы уже об этом упоминали. То есть в 1 и в 2. Мы можем смотреть в пол и дождаться. Кажется, что 1-0 ведет, но мы верим в наших малышек. Малашах. В наши лучшие. Да. Верим в команду. Великие дела. Мы пришли на стадион, яркой зеленью газон. Здесь команда наши кумир увлечет в волнении мир. Желтой 2! Желтой 2! Бол закончился. Желтой 2, проиграл, к сожалению. Но мы не расстраиваемся, а идем дальше наше путешествие. В дерби-паб. На удивление, для маленьких городов, пабов, ну, вообще, тяжело найти. А мы его нашли, и мы вам его покажем немножко, по-тихому, чтобы никто не видел. Let's go! Ну, а мы заканчиваем наше путешествие, и сейчас немножко решили отдохнуть в местном плане. Как видите, он довольно-таки неплохой. Хорошее вино? Да. Хорошее пиво. Ива Полтавская. Так что, можете смело, если будете здесь, заходите сюда. То есть, цены не кусаются, фотки увидите. Ну, мы отдыхаем. Что их? Через 40 минут у нас репличка. Да. Мы будем возвращаться в Харьков. Так что, чао. Чао, какао. Чао, какао.